Владикавказ 24 на 7. Здравствуйте. Владикавказ 24 на 7. Здравствуйте. Владикавказ 24 на 7. Здравствуйте. В котором они просят поощрить сотрудницу Балтинской администрации Марину Чкариули, которая вот уже 25 лет трудится на благо жителей. Некоторые из пришедших обратились к Борису Албегову с личными вопросами. Глава АМС постарался выслушать и помочь кому-то словом, кому-то делом. Вот такая дружная команда. В очередной раз вы нас приняли, Борис Картонович, со своими помощниками, начальники различных направлений. Мы вам очень благодарны за это. Это уже, вот в этом я лично вижу уважение к моему силу, к нам, ко всем. Спасибо, честно. Для нас это самое главное, то, что вы хвалите, да, это хорошо. Но вы не приходите сюда от стеснения, да, что вас здесь не примут. Всегда приходите смело, звоните, и мы туда к вам приедем в любое время, еще раз вам говорю. Ну и это наша работа. Мы должны быть партнерами в решении всех задач. Вот и все. Ничего сверхъестественного здесь нет. И в продолжении темы населенных пунктов, входящих в административные границы столицы республики. В некотором удалении от исторических границ Владикавказа расположены небольшие поселки, отмеченные на карте категории микрорайон. Хоть и являются жители этих микрорайонов горожанами, с некоторыми проблемами негородского характера сталкиваться приходится. Микрорайон номер один Владикавказа в народе поселок Корца. Население более 4700 людей, 12 национальностей. Есть школа и детский сад, который в совокупности посещает более 800 детей. Недавно капитально отремонтировали амбулаторию. Работает детское и взрослое отделения. Ежедневно принимают профильные специалисты. Детское отделение амбулатории было, это отремонтировало. И сюда приезжал сам глава республики при приемке, смотрел, оценил. Раньше это здание было вообще в заброшенном состоянии, ни окон, ни дверей не закрывались. Сейчас не обогревалось старое отопление еще в советских времен. Сейчас автономное у нас здесь отопление. Все процедурные, все перевязочные кабинеты. Так что, как госпиталь требует, с приемным, чтобы было ребенка раздеть в теплом помещении, завести его сюда. И вот таким это. Здесь у нас есть врач, медсестра, которого обслуживают также, если надо, и детский садик, и школу. Хотя у них свои там медсестры, но они отсюда ходят и проверяют, и ставят на учет. Джамал Гоглоев работает главой поселка уже 12-й год. Говорит, что за последние пару лет в Корца сделали немало. Заасфальтировали центральную улицу, установили детские и спортивные площадки. Частично решили вопрос с уличным освещением и канализационной сетью. В общем, медленно, но верно, поселок преображается. Заменили полностью трубопровод по улице Рабочая, это протяженностью 700 метров, и также его заасфальтировали. Много свидетельников поменяли со светом, мы очень много поработали. У нас тут со времен, еще с советских времен, не менялись ни трансформаторы, это большая проблема. Меняем электропроводку потихоньку. Например, на улице Парковой в третьем квартале не было никогда там света уличного освещения. И вот мы поменяли полностью кабель и заменили плафоны. Также в школе тоже потихоньку идет ремонт. Где-то мы построили, отремонтировали там первый этаж, остается второй этаж, заменили окна. Нерешенных проблем в микрорайоне тоже немало. В частности, нет аптечного пункта. Находящиеся поблизости военные части также доставляют некоторые неудобства. Военнослужащие паркуются прямо на тротуарах поселковых улиц. Особая гордость сельчан и администрации – это местный клуб. Занятия здесь проводятся абсолютно бесплатно. Работают творческие и спортивные секции. На тренировки приезжают даже ребята из соседних сел. Мы очень рады, жители этого поселка, тем, что нам отремонтировали амбулаторию. Наша была в очень плачевном состоянии. Что детское отделение, что взрослые очень хорошо, чисто, очень аккуратно. Все очень прекрасно. Мы очень рады. У нас в поселке находится детская площадка, где дети непосредственно, постоянно, каждый день, особенно летом, вообще играются, занимаются, соревнуются. Есть также спортивная площадка. Маули Хутиев живет в поселке Корца с середины 60-х годов прошлого века. Отмечает, что во все времена руководство поселка с большим вниманием относилось к житейским проблемам и по возможности их решало. Руководство наше хорошее, неплохо работает. Глава администрации, его искать не надо всегда, помогает, работает. Также и директор тоже. Здесь был очень тяжелый свалк. Он навел парадик. Спорт занимается, низкомнат дал. Бесплатные спортивные вещи он дал, обеспечил. Врачи работают, неплохо работают врачи тоже. Руководство, кто сейчас из города приезжает. Я претензий не имею. Снегопад, не прекращавшийся практически всю прошлую ночь, укрыл белым покрывалом весь Владикавказ. А коммунальным службам добавил работы. С вечера понедельника несколько десятков единиц специализированной техники выехали на улицы. Среди них 15 снегоуборочных машин, 18 автомобилей, занимающихся подсыпкой песко-соляной смеси. Грамотно все почустили. До асфальта практически. Очищать город от снежных сугробов вышли практически все сотрудники уборочной компании. Около часу ночи глава администрации местного самоуправления Борис Албегов проехал по основным магистралям, ознакомился с ходом работ по расчистке столицы республики от снежных заносов. Увиденным глава города остался доволен. Около 15 единиц техники. В каждый район по 4 машины работают, сгребают основные улицы, сгребают, занимаются сгребанием снега, чтобы этот снег не создавал слякость, препятствующую движению транспорта. Сейчас мы это сгребаем снег, как вы видите, не прекращается. До 3 часов мы будем заниматься сгребанием. Если будет замерзать уже дороги, мы тогда выгоним технику, которая будет подсыпать. То есть песко-соляной смеси обрабатывать на слинице. Владикавказ 24 на 7. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова